Мы не публичная компания, мы закрытая компания, и так развивались все венчуры. И поверьте, если взять, например, историю Skype, WhatsApp, Viber, то они 7 лет создавались, и никто нигде никогда про них не слышал в этот период времени. Я всегда говорю, что мне очень посчастливилось, как и вам, всем, кто уже инвесторы, пройти этот путь. То есть быть тестировщиком, быть инвестором. И поверьте, что за кадром те 7 лет, когда WhatsApp создавался, и мы в 2014 году все начали им пользоваться активно, ну в 2014, кто-то в 2015, он как раз уже был продан. И вот тогда об этом заговорили везде, да, но не по телевизору, конечно, но стали все им пользоваться, и вот тогда он пошел, как говорится, уже такой сарафанной радио. Но мы сейчас находимся в том 7-летнем периоде, приватном, просто получилось так, что там было 2 инвестора, 20 инвесторов, 10 инвесторов, а здесь 40 тысяч инвесторов. И поэтому это у людей немножко в сознании меняет вот этот фокус, да, что мы же тут такая крутая компания, что же по телевизору о нас не рассказывают. А вот потому и не рассказывают, потому что пока мы создавали и тестировали проект, рассказывать было нечего. Мы просто ждали, как своего ребенка пестовали, любили, тестировали, пользовались им. И я благодарна вообще судьбе за этот опыт и за этот период. А вот когда эту компанию продадут, или даже я считаю, что когда сейчас уже 21 миллион пользователей, и продукт уже восхитительный, то сейчас, в общем-то, уже во многих странах идет реклама. Да, она сейчас не работает, в лоб и телевизор никто не смотрит уже, ну, в большем своем количестве людей. А вот реклама через видеоблогеров, та реклама, которая именно эффективная, та реклама, которая дает результаты, там эта реклама идет. Если он, например, посмотрит на каких-то порталах, на ресурсах Канады, Америки, наверное, даже сейчас Бразилия готовится, Аргентина, то там уже есть статьи в СМИ. У нас в России очень много статей на Яндекс.Дзен, на РБК, в Коммерсанте, о нас тоже писали, перечисляя, условно говоря, через запятую все мессенджеры. И, собственно говоря, когда мы вошли в эту высшую лигу мессенджеров, о нас также уже говорят. Просто, видимо, этот человек не совсем отслеживает информацию. Ну, может быть, для него телевизор – это приоритет. Но на самом деле все очень спорно. Надеюсь, я ответила на вопрос.